В Люберцах провели заключительный этап рейтингового турнира по длинным и коротким нардам. За призовые места состязались профессионалы и любители из разных городов Подмосковья. За игрой наблюдали мои коллеги. Несмотря на многовековую историю, нарды по-прежнему популярны. В игре сочетаются математический расчёт и непредсказуемость развития событий. Задача каждого участника – захватить ячейки противника и в то же время закрывать ячейки на своём поле. В длинных нардах правило гласит, что если поле или ячейка занято шашкой оппонента, то мы не можем туда опускать свою шашку. Если по значениям игральных костей наша шашка туда приходит, она занята, надо искать ход в другом месте доски. В коротких нардах, если поле занято одной шашкой, оно как бы, как сейчас иногда говорят, серая зона. То есть там может стоять шашка противника, а если мой ход, и я попадаю тоже в эту ячейку, то я ставлю, сейчас мой ход, я ставлю свою шашку туда, а его шашка снимается с доски и возвращается в самое начальное положение. Турнир проводили по швейцарской системе. Игрок может бороться за выход в финал, пока не получит два поражения. Игорь Овчинников в нарды играет с детства. Научил отец. Вот сейчас появились такие соревнования, очень вообще приятно даже участвовать на них. В первом раунде я проиграл, но у меня есть ещё все шансы, потому что две жизни, можно сказать, у нас есть. Вот одну я потерял, а вторую могу воспользоваться, и благодаря ей я могу даже выиграть в турнире. С начала лета это уже третий финальный турнир по нардам в Люберцах. В состязаниях, которые прошли под эгидой «Спартака», приняли участие более ста человек. У нас проходит не только футбол, баскетбол, бокс, но мы на сегодняшний момент проводим ещё и нарды, так как нарды стали видом спорта. Также хочу добавить, что 3-4 августа мы проводим первый этап отборщих соревнований к чемпионату страны по нардам. Те, кто живут на территории Московской области, смогут принять участие в этих соревнованиях. Победители отборочного турнира пополнят сборную Московской области, которая будет защищать честь региона на первом официальном чемпионате России по нардам. Его проведут в октябре в Санкт-Петербурге. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ.